Персонами Нонграда в Европе стали 5 россиян, среди них Иосиф Кобзон, замминистра обороны Анатолий Антонов, депутат Госдумы Валерий Рашкин, а также 14 жителей востока Украины. Кроме того, в обновленный черный список вошли 9 юридических лиц, это отряды ополченцев Донецкой и Луганской народных республик. Документ опубликован сегодня в официальном журнале ЕС, и с этого момента он вступил в силу. На действия ЕС уже отреагировали в Москве. Как отметили в российском МИДе, европейские чиновники штампуют санкционные списки по инерции. Особенно нелепо подобные решения выглядят на фоне минских договоренностей 12 февраля, в работе по достижению которых участвовали лидеры ведущих стран-членов Европейского Союза. Складывается впечатление, что в Брюсселе и столицах стран-членов ЕС уже либо не контролируют движение санкционного маховика, либо торопятся выдать желаемое за действительное и убедить общественное мнение в некой большей податливости России в результате ЕСовских санкций. В МИДе также заявили, что расширение санкционного списка ЕС не идет на пользу появившейся возможности урегулировать внутриукраинские конфликты. Россия будет реагировать адекватно на шаги Европейского Союза. Субтитры создавал DimaTorzok